Я к днём рождения отношусь спокойно, я люблю математику и грезил с детства космосом. И понимаю, что эти цифры даты это случайные цифры, поэтому я не привязываюсь к ним. Представьте, что планета была бы, ну быстрее вращалась в округа сей, значит день был короче, значит в году было бы больше суток. А представьте, что планета была бы ближе к Солнцу или дальше к Солнцу, год бы имел разную длительность и мог быть 10 дней в год, а может быть и тысяча дней в год. Поэтому всё это случайное. И сколько лет там, сколько ты прожил, по большому счёту это не имеет значения, потому что это всё случайные цифры. А я люблю точно научить. Поэтому живу сегодня, для меня обычный день, еще один день в году, который я прожил, приблизил меня к тому, что я делаю, к моей мечте. Ну, я всю жизнь учусь. И в жизни много чего бывало и, наверное, вот больше всего я научился, наверное, на неудачах. А не на каком-то успехе, на каких-то успехах. По большому счёту у меня успехов в жизни не было. Были сплошные неудачи. И если вспомнить слова Черчилля, он сказал, это про меня. Настоящий успех – это движение вперёд от неудачи к неудаче со за всё возрастающим энтузиазмом. Поэтому многие опускают руки. Заканчивают жизнь самоубийством, если там что-то не получается, как он мечтал, да. И какие-то другие проблемы возникают у человека, если он планировал что-то, и это не получилось. Это трагедия для многих. Мне тоже было тяжело, и в какой-то мере трагедия бывала, да, какие-то эпизоды в жизни. Я подходил к этому философски и понимал. Спасибо за учёбу. Я становлюсь сильнее после каждой неудачи. Я получаю опыт. И, кстати, я всё время провожу параллели. Жизнь на планете Земля – мы живые организмы, на самом деле. Мы не роботы, не машины, да. И у нас где-то 4,5 миллиарда лет эволюции. Не тысячу лет, там, или две тысячи, там, от Древнего Рима, а 4 с лишним миллиарда лет. Так вот, если взять ДНК, где записана наша генетическая информация, то 98% информации, ДНК – это болезни. Что такое болезнь? Это неудача. Ты мог помереть, но не помер. Но выжил. Так вот, 98% информации – это об этом, и только 2%, вот маленький, да, как построить тело, организм, который очень сложен. Мы настолько сложны, что никакой инженер что-то подобное не создаст. Это всего лишь 2% генетической информации. Так из чего мы состоим, если вот пофилософствовать? Из удачи или неудачи? Главное – пережить эту неудачу. Динозавры не пережили, и много других не пережили. Наши предки выжили, дали потомство, появились мы, и мы тоже выживем. Потому что в нас уже есть та необходимая генетическая информация. Чтобы в трудные времена принять верное решение. Они не очевидны. Но иногда вот даже вот эта интуиция, которая заложена в генах, помогает выживать, да? И моя жизнь в основном построена – выжил, не выжил. Вот если вспомнить эти эпизоды, я не знаю, десятка, если не сотни. Вот выжил, 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 выжил. Вот вся история в основном. Нет, я не определяю, что важно, что не важно. Вот какая буква в алфавите в русском важна, а какая буква не важна. В общем, каждый эпизод важен, каждый. Каждая мелочь. И тут я могу вспомнить, допустим, Брэдбери, который написал рассказ, повесть фототическую об эффекте бабочки. Вот бабочка важна или нет? Ну, написано, и вот здесь как раз показано и физика, и теория вероятности, и другие вещи. Какие-то случайности в этой истории. Вот представьте будущее. Тебе научились передвигаться во время, в том числе в прошлое. И вот один человек решил полететь в прошлое. Ну, сто миллионов лет назад. Тогда, когда жили динозавры. Ну, там была инструкция. Мы же инструкции не любим. Ну, там была инструкция. Ну, написано, не выходить из корабля. Он прилетел в прошлое. Там динозавры ходят что-то, жуют травку, там еще что-то делают. Он смотрит у меня, там думает, ну, что такое, дождь идет. Да я выйду, ну, посмотрю. Ну, что случится. Вышел, походил. Ну, естественно, когда пошел обратно в корабль, посмотрел на ноги, они грязные, были какие-то в земле. И он очистил подошвы там. И увидел, что он раздает бабочку. Всего лишь бабочку. Вернулся в будущее сто миллионов лет назад. Его никто не встречает. Он устал от родных, близких. Смотрит, все говорят на другом языке. Он не понимает, куда он попал. А будущее изменилось. За сто миллионов лет, чтобы будущее получить, происходили, наверное, гугл событий. Гугл событий, которые влияли на будущее. И эти события случайные. Все случайные. Поэтому, как говорят о будущем, там, Ванга и кто-то. Говорят, я смогу прогнозировать будущее, это смешно. Его нельзя прогнозировать. Слишком много событий, которые влияют на будущее. Что такое гугл? Это десять, ну, единицы со сто нулями. Наша дочка как-то начала понимать эти цифры, она решила гугл нарисовать. Так она исписала всю страницу. Единичка, ну, 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 ну. И если взять, допустим, посчитать, вот наша Вселенная, она огромная. Там миллиарды, миллиардов только звездных систем. Миллиарды, миллиардов планет. Или триллионы, триллионов. А тебе представьте, сколько на планете, там, песчинок, камушков. А сколько в каждой песчинке, камушке, там, капли воды, атомов. А тебе представьте, сколько в атомах элементарных частиц. Так вот во всей нашей Вселенной частиц меньше частиц, чем гугл. Их меньше. Так вот событий, это сто миллионов лет, которые влияют на будущее, больше, чем гугл. Потом, будущее, мы не можем предсказать и угадать. Мы не предсказуем. Ну, можно какой-то вектор там обозначить. Если ты идешь и видишь, что там пропасть, то, наверное, можно сказать, что ты сваливаешь в пропасть. Или видишь, что там гора где-то впереди. Видишь, видно? Мы просим в гору. Вот такие вещи можно, да, предсказать. Но конкретно, там, с датами, с событиями, ну, это смешно. Человек – ничто по сравнению с обстоятельствами. Мы что, влияем на солнце, что ли, которое светит? Или там на тучи, которые могут закрыть солнце? Или на ночи, которые могут наступить? И на что-то мы на это не влияем. И не можем влиять, да? Поэтому, естественно, обстоятельства делает человек, а не наоборот. Это объективная реальность. Поэтому, если говорить о родине, то я родился и, ну, детство пришло в деревню Куки Брагинского района Гомельской области. Это Полесье. Это юг Гомельской области. Недалеко от Припяти. И так случилось, что это оказалось недалеко от Чернобыльской атомной электростанции. 7 километров по прямой. И когда случились определенные обстоятельства, четвертый блок электростанции взорвался. Это тоже были обстоятельства определенные. Если бы они сложились по-другому, блок бы не взорвался. И когда произошел тепловой взрыв, там взорвался водород, который стал выделяться из воды, потому что там в разнос вышла реакция ядерная. То в этот взрыв поднял весь реактор в воздух. Это больше ста тонн. Уран, уран, графит там. Ну вот, да? Ряд. И образовалось газопылевое облако. Взрыв, как у атомной бомбы. Только тут не ядерный взрыв был, а тепловой. Так случилось, что ветер дул в сторону Беларуси, хотя Чернобыль это Украина. И облако летело, летело, летело и решило упасть, не знаю почему, на деревню Куки. И выпало на деревню Куки. Где-то диаметр вот этого пятна километра. Когда мы бежали в зону, и когда нам МЧСники спросили, куда вы едете, мы говорим, в крюки. Он говорит, побыстрее оттуда. Не будьте там долго, там очень большой уровень радиации. Мы сами мерили. В зоне единица радиации, а в крюках десять единиц. То есть десять раз сильнее радиации, чем вокруг. Потому что Куки это одно из самых грязных мест в мире сегодня. Самых грязных мест в мире. И почему на Куки? Я тоже задаюсь вопросом. Он мог на Киев упасть. Куда угодно там до Минска долететь. Почему именно на Куки? И почему нам в этой деревне родился человек с фамилией Юницкий, Юницкай. Огняющий небо через Т, транспорт. Вот для того, чтобы сказать этому человеку, что да, ты родину потерял. И эту родину убила индустрия. Человечество. Человечество. Ты потерял родину малую, а человек потеряет планету. Человечество. Получит то, что получил ты. Вот это понимание, что так будет с планетой и человечеством, вот дала вот эта история, случайно, во многом. И это дало еще больший импульс на то, что я делал. И я все чаще говорю о том, что мы потеряем планету. Биосферу. Мы погибнем как цивилизация. Потому что мы слишком неумные. Мы как плесень живем. Уничтожаем все вокруг себя. А потом, съев все ресурсы, загрязнив окружающую среду отходами из жизнедеятельности, мы погибнем. И я это говорю, то есть я как-то тихо это говорил раньше, в советское время. Но после Чернобыля я стал все громче, громче говорить. У меня много работ на эту тему. Что так случилось, что человек, говоря разуму, мы же цивилизация, да? Есть другие цивилизации на планете. Земля, это те же дельфины, или муравьи, или пчелы. Но они биологическая цивилизация. А мы еще технократическая цивилизация. Потому что мы как цивилизация стоялись благодаря инженерным технологиям. И вот эта индустриальная мощь, которая нас сейчас поддерживает, она окажется больше гнет на биосферу. И в конце концов ее задавит. И биосферы мы, естественно, как часть биосферы погибли. И вот Чернобыль еще раз мне показал, что надо искать пути, чтобы не прийти в этот тупик. И я их нашел. Я четко говорю, как выйти из этого тупика. Не убрать 7 миллиардов с помощью, допустим, коронавируса, не важно какой заразы, да? Зараза по заказу, так скажем. Можно так действовать. Но все равно оставшаяся плесень, она ничуть не лучше той, которая была убита. Все равно у нас есть ресурсы. Все равно съест. Все равно она загрязнит отходами. Ну, только дольше будет загрязнять. Не, там, 20-50 лет, а 200-500. Ну, какая разница. Но это конец неизбежен. Есть только один выход. Разделить техносферу. Мы останемся технократической цивилизацией. Мы не можем без этого. Мы не можем вернуться в пещеры, перелезть на деревья, собирать там растения и ходить там в шкурах каких-то, я не знаю, и не жить в домах, да? Мы не можем так. Мы не выжимем. Только 100 миллионов человек не больше там может жить, как пещерные люди, да? Как другие виды живых организмов, там, дельфины, не знаю, какие-то животные и так далее. То есть вернуться назад в животный мир, ну, это тоже не лучший вариант, да? Но если двигаться вперед, то вектор технократического развития мы не выбрали, а наши предки. Сотни тысяч лет назад, когда придумали костер, зажгли, и все, мы по этому вектору идем уже сотни тысяч лет. И нам свернуть с этого пути не получится. Поэтому в плесени есть два выхода. Загрязнить все вокруг себя и умереть, либо открыть каким-то образом чашку Петра. И получить новое пространство, новые ресурсы, и развиваться надо без ограничений. И, может, эта плесень поумнеет потом? Потому что до нас же были простейшие, мы же развивались. Так и нам, может, тоже разовьется. И, может, потом поумнеет, чтобы не делать то, что делает на планете Земля. Так вот, я это решение, чтобы вынести индустрию в космос, ну, придумал, наверное, лет пятьдесят назад, и стал понимать, что это фактически единственный путь спасения цивилизации, технократической, земной технократической цивилизации от угасания гидами. И развивал. И вот Чернобыль мне просто дал еще один орденет. Не просто, абстрактно. Другому говоришь, ну, Чернобыль, ну, а что такое? А я родину потерял. Я там родился, там вырос, я бегал босиком. Развивался в апреле, обувался в октябре. Я живу в лесу. Я люблю природу, землю. Там все-то убито. Там все пышно, все растет. Но там жить нельзя. Причем на тысячи лет жить нельзя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok